Быть злодеем в игре это довольно важная и сложная работа, включающая обязательные тренировки и, конечно же, транслирование на больших экранах. В связи с таким разбросом обязанностей, иногда они совершенно забывают, где они должны появиться, начиная от игр про барабаны и заканчивая скейтбордингом, ну или по катушке в игре про карты. Всем привет, я Никитун и это семерка злодеев, оказавшихся совершенно не в той игре. Приятного просмотра. Хэй, ребят, Huawei недавно запустили крутейший сервис для своих устройств Huawei App Gallery, который работает уже в 138 странах. Это система для поиска и установки всевозможных приложений самых разных категорий. Для нее, разумеется, требуется аккаунт Huawei, который синхронизируется на всех телефонах марки. App Gallery очень проста и интуитивна. На главном экране собираются рекомендованные приложухи, а с помощью поиска можно найти все, что вам нужно. Игры, утилиты для спорта, бизнеса и так далее. Что очень круто, в App Gallery вы увидите приложения только с высоким рейтингом от 4.3. Отсюда можно скачивать топовые игрушки, приложения для доставки типа Додо Пицца, социальные сети, например, лайки. И что также круто, здесь постоянно проводятся розыгрыши, в которых можно выиграть призы. В общем, зачем рассказывать, когда можно самому скачать и в этом убедиться. Ссылка на App Gallery будет в описании к видео. Ганнон Animal Crossing New Leaf Если вы когда-либо играли в игры серии Legend of Zelda, Ганнон вам точно знаком. Это ваш главный оппонент в большинстве игр серии, который противостоит вам в разных формах и обычно чертовски настойчиво пытается похитить принцессу Зельду, починить себе Хайрул и положить начало новой эре тьмы, насилия и жестокого господства. Честно говоря, это звучит довольно непросто, так что неудивительно, что Ганнону порой нужен отпуск. Но вот удивляет то, что провести этот отпуск он решает в солнечном мире Animal Crossing New Leaf, где нет насилия и зла. По крайней мере, он делает это, если вы просканируете вашей консолью Амибо, связанную с Legend of Zelda. После чего он притащится в кемпинг на трейлере, украшенном в стиле Хайрула, как какой-то дед, который утверждает, что этот стиль жизни он выбрал сам. И вот тогда, если вы не против того, чтобы жить рядом с буквально воплощением зла, вы можете пригласить Ганнона поселиться в вашем городе. Когда он переедет к вам, Ганнон станет горячо любимой частью общины вашего острова. Благодаря тому, что Вики игры описывает как капризный характер, коронной фразе «Га-ха-ха» и любви к использованию политических связей для выселения зверей из их домов. Ну, мне кажется, что он все равно лучше большинства моих соседей в New Horizons. Nemesis Under the Skin Сейчас вы смотрите на потрясающе опасное экспериментальное биоорганическое оружие под названием Nemesis Тип Т. Nemesis не всегда горит, но это было бы неудивительно, учитывая, насколько ему плевать на огонь. Ему, наверное, даже нравится гореть. Он на качании пяти Дуэйнов-Джонсов и представляет из себя два с половиной метра мутированных мышц, у которых есть лишь стремление убивать. А позже появляется и ракетница с лазерным наведением. А потому Nemesis идеально подходит для роли в сурвайвл-хорроре Resident Evil 3, но никак не для комедийной игры про пришельца, который разыгрывает людей, например. Однако, как ни странно, Nemesis таки появляется в приключенческом боевике для PlayStation 2 Under the Skin. В Under the Skin вы играете за трехлетнего пришельца-проказника Косми, которого послали на Землю, чтобы сеять хаос среди беззащитных землян. И в какой-то момент ваши выходки доводят вас до уровня под названием Раккун-Сити. Раккун-Сити! Думаю, вам не нужно угадывать, на каком контролируемом корпорации Амбрелла и наводненном зомби-ужасном городе основана эта пародийная локация. Думаю, гигантский мутант со словарным запасом из одного слова вполне может запутаться по дороге на работу и оказаться в Раккун-Сити не в той игре. Представьте себе, насколько это биологическое оружие оказалось озадачено, когда вместо того, чтобы неустанно преследовать Джилл Валентайн и время от времени возгораться, оно само оказалось где-то, где его неустанно преследует замаскированный пришелец и порой роняет на Землю настолько сильно, что из Nemesis начинают сыпаться монетки. Такое позорное разжалование до пиньяты с монетками Nemesis, вероятно, было непросто принять. А еще кто, скажите, объяснит Nemesis, почему Карлос Оливейра теперь умеет превращаться в танк? Точно не я. И не только потому, что я сам не знаю. Вообще, дружище Nemesis, происходящее в этой игре сбивает меня с толку уже не меньше, чем тебя. Сифирот Little Big Planet Трудно поверить, что ремейк Final Fantasy VII таки вышел после всех тех долгих лет ожидания. Но это не значит, что за 23 года, прошедших с момента выхода оригинальной игры, фанатам Final Fantasy VII не кидали небольшие косточки, чтобы порадовать их. В пятом году вышел мультфильм Advent Children, продолжавший историю игры. В восьмом году на PSP вышел приквел Crisis Core, а в одиннадцатом вот это. Ну, это лучше, чем совсем ничего, как мне кажется. Набор под названием Final Fantasy VII для Little Big Planet 2 и следующих частей позволял вам нарядить ваших тряпичных человечков в костюмы персонажей японской RPG 97-го года выпуска. Там также был костюм персонажа, которого вы, наверное, любите меньше всего. Если вы доходили до ужасной финальной схватки с ним, а именно самого однокрылого ангела Сиферота. Мне кажется, что включать его в набор было рискованно. У него есть склонность к захвату планет, независимо от того, большие они или маленькие. В версии для Little Big Planet присутствуют и правильно выглядят все характерные черты Сиферота. Серебристая грива, кожаный костюм и здоровенный меч. Хотя в нее закралась небольшая ошибочка, и вместо его примечательных зеленых глаз мы получили безжалостные черные. А еще он, похоже, улыбается, что не особо реалистично. Впрочем, как и вот это. Должен отметить, что он весьма неплохо двигается. Но пусть вас не обманывает его жизнерадостное поведение в Little Big Planet. Позвольте напомнить, что это все тот же Сиферот, который в поисках могущества пронзил вот этим самым мечом позвоночник невинной девушки. И обрек большую часть населения планеты на смерть, призвав на нее здоровенный метеор. Так что миленького танца вряд ли хватит, чтобы загладить вину за все это. Учитывая мелких странных монстров с когтями, танцующих брейкданс медсестер и ребят в смрительных рубашках из их собственной кожи, нельзя сказать, что в серии Silent Hill наблюдается нехватка ужасающих психосексуальных существ из кошмаров. Но один из монстров серии явно на голову выше других в плане ужасности и узнаваемости. В основном потому, что его голова заключена в высоченную металлическую пирамиду. Это так называемый пирамида головы, который впервые появляется во второй части и ужасает по целому ряду причин. Самые важные из которых, это во-первых то, что он является физическим воплощением вины главного героя за то, как он вел себя со своей умирающей женой. И во-вторых то, что он вооружен ножом, который больше него самого. Если честно, вторая причина даже важней. Пирамидоголовый за всю серию и словом не обмолвился. Более того, он обычно либо плетет за вами, волоча нож по полу и собираясь вас убить, либо жестоко атакует других монстров. А потому меня так удивило то, что его страстью, помимо попыток вас убить, является картинг. По крайней мере, если верить Crazy Kart Racing. Миленькой игре для мобильных в стиле Mario Kart. В этой цветастой гонке ужасающее чудовище ездит на прелестно маленьком карте по веселым и экзотическим уровням, соревнуясь с другими гонщиками. Такими как лягушка из Фроггер, осьминог Тако из Пародиус и Спаркстер из Рокетнайт Адвенчерс. А еще там есть кролик Робби из Сайлент Хилл 3, которого в последний раз мы видели валяющимся на лавке в крови. Похоже, ради гонок он прихорошился. Что бы вы не думали об участии пирамидоголового в гонках на картах, вы просто обязаны признать, что у него для этого идеальная форма головы. Такая обтекаемая. Дракула Evolution Skateboarding. В конце 90-х и начале нулевых все хотели присоседиться к группе успешных видеоигр об экстремальном спорте, которая вознесла на невероятные высоты и сделала настоящими звездами таких спортсменов, как Тони Хоук. Дэйв Мира и ненуждающийся в представлении Кейли Слейтера. Канами не планировала просто стоять на месте, пока все покупали особняки, яхты и яхто-особняки на заработки от спортивных игр. Так что в 2002 году она придумала Evolution Skateboarding. Слово «эволюция» вероятно оказалось в названии из-за того, что некоторые из неудачных приземлений в игре заслуживают премии Дарвина. Единственной проблемой Evolution Skateboarding было то, что разработчикам была доступна лишь горстка профессиональных скейтбордистов, которые не дружили с Тони Хоуком, а потому не появлялись в его играх. Так что они начали добавлять в игру случайных персонажей, на которых у них были права, заставляя их делать кикфлипы. Например, героев Metal Gear Solid 2. Я бы сказал, что это небрежная тривиализация непростой и горячо любимой фанатами вселенной Кодзимы. Но потом вспоминаю эту сцену в МГС 2, в которой Атакон ругает вас за то, что вы занимаетесь непотребствами в шкафчике. Скейтбординг — это не так уж и плохо. Желание Канами достичь максимального количества кроссоверов кажется особенно странным, когда вы узнаете, что в игре есть уровень, посвященный играм серии Castlevania. Картой в нем является замок главного злодея серии легендарного вампира Дракулы, которого в последний раз мы застали философствующим о природе человечества и пачкающим полы. Но у него есть замок. Вероятно, у него есть и прислуга, которая все уберет. Цель в уровне, основанном на переосмысленной для эволюшн скейтбординг версии замка Дракулы, состоит в спасении узников из темницы Дракулы с помощью священной мощи грайндов на обеих подвесках. Вам могло показаться, что у скромного и малоизвестного скейтера не будет шансов сражений с бессмертным вампиром графом Дракулой. Но нет, он смело врезается в его слуг, а позже превращает вампира в горстку горячего пепла. Честно говоря, это довольно позорное поражение для легендарного владыки тьмы. Но оно могло быть и хуже, наверное. Хэйхати Мисима. Тайка но Татуджин Драм Сэшн. Я не думаю, что кто-нибудь посмеет заявить, что Хэйхати Мисима из серии Тэкин не так уж и плох. Он глава злой международной организации Дзайбацу Мисима, производящей оружие. Он устраивает нелегальные турниры в свободное время, заставляет медведя работать в офисе, а однажды он привязал своего отца к ракете, бросил своего сына в вулкан и пнул внука в космос. Вряд ли им теперь хочется собраться всей семьей. Однако у Хэйхати есть и другие интересы. Как и все богатые старики, он любит играть в теннис, что видно по его присутствию в серии Smash Core Tennis. Но похоже, что его настоящая страсть это игра на гигантских японских ударных инструментах под названием Тайко. Что мы узнаем, когда он начинает играть с вами дуэтом одной из тем Тэкин и Хит Хэйз Шадоу 2 в игре под названием Тайко но Татуджин Драм Сэшн. В лоре Тэкин никогда не упоминается, что Хэйхати барабанщик мирового уровня. Но стоит отметить, что игра на Тайко это все же древнее японское искусство. А Хэйхати как раз всем этим увлекается. А еще ему явно очень нравится играть. Гляньте, как он сосредоточен. Он немного все портит, прерываясь к концу песни, чтобы снова подраться со своим сыном Казуэй. Но игра на барабане не прекращается, что весьма впечатляет. Серьезно, Хэйхати. Где ты научился так круто бить по всяким вещам? Ах да. Гладос, Покер Най 2. Уважаемый кинорежиссер и эксперт по монстрам Гильермо Дель Тора однажды сказал, что хороший монстр это такой, которого можно представить отдыхающим. А лично мне еще нравится представлять, чем хорошие монстры занимаются в свободное время, когда они не мучают своих жертв. В случае саркастичным и недоброжелательным и Гладос из Портал представлять ничего не нужно. Потому что карточная видеоигра Покер Най 2 явно показывает нам, что Гладос, вопреки всем ожиданиям, очень любит организовывать покерные турниры со звездами других игровых серий. Я подозреваю, что в этом случае Гладос не случайно забрела в другую игру, а специально взяла отпуск в Аперчер Сайенс, чтобы устроить соревнования между Броком Самсоном из Братьев Вентура, Эшем Уильямсом из Зловещих Мертвецов, Сэмом из Сэмманд Макс и Железякой из Бордерлендс. Да, сама Гладос в Покер не играет, но в Покере сложно получить хорошую руку, когда у тебя нет рук. И я уверен, что Гладос больше интересует не товарищеский дух игры в Покер с друзьями, а возможность жестоко поиздеваться над игроками. Ведь из всех Покерных турниров лишь это дает вам уникальную возможность быть униженным искусственным интеллектом. Дилер в Вегасе не станет напоминать вам о том, что вы смертный во время игры. По крайней мере, хороший дилер. А какие КМО-персонажи запомнились вам больше всего? Если вдруг вспомните, то обязательно делитесь замечаниями в комментариях к видео. А меня звали Никитун, спасибо, что чекнули видео до самого конца, до скорых встреч в новых видео.